Так, добрый день всем. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как меня видно и слышно. Поставьте плюсики, если вы видите и слышите. И еще скажите мне, пожалуйста, я смотрю, что у нас добрый день больше написано на русском языке. В связи с тем, у меня вопрос. Презентацию мы с вами делаем сегодня на русском, чьи украинскую мову? Пожалуйста, пришлите плюсики и язык, украинский или русский, чтобы я понимала, на каком языке презентацию нам с вами проводить. Так, печатайте. Русский, так. Ирина, ну, поскольку кроме вас больше никто не написал, я думаю, что тогда на русском. Русский, окей, хорошо. Давайте тогда так. Ну что ж, всем добрый день. Спасибо большое за то, что вы нашли сегодня время, возможность и желание посмотреть этот вебинар. И я надеюсь, что он станет для вас полезным. Что вы узнаете очень много новинок, интересных каких-то вещей, которые у нас в отеле произошли, сети отеля «Вояж», сети отеля «Макс Трояль». Если у вас будут появляться вопросы, пожалуйста, пишите их в окошечке. Я все, на все вопросы ваши отвечу. Никого не оставлю без внимания. Поэтому сегодня, напомню, у нас русский, как язык вещания по вашим запросам, желающих, трудящихся. Ну и разрешите еще раз вам представиться. Меня зовут Евгения, фамилия моя «Перидон». Я являюсь директором по продажам в России, странах СНГ и странах Прибалтики, сети отелей «Макс Трояль», сети отелей «Вояж». Работаю в данной компании уже более 10 лет. Соответственно, такой старожил. Про отели знаю многое, если не сказать, что абсолютно все. А и сегодня рада представлю вам обе наши сети. Единственное, что сразу оговорюсь, что сегодня больше у нас внимания будет все-таки отведено сети отелей «Вояж». И это не просто так, поскольку очень много изменений, которые именно в сети отелей «Вояж» в этом году смогли произойти. Сейчас вы видите на экране название нашего нового отеля, еще пока не знакомого вам, которое звучит как «Вояж в Гель Турбекюн». Этот отель пополнил сеть отелей «Вояж» буквально месяц тому назад. Буквально месяц тому назад этот отель перешел к нам во владение, и раньше вы этот отель могли видеть вот в таком англиче, который сейчас передается у вас на экране. Если вы не первый день в туризме, я уверена, что многие из вас не первый день в туризме, то очертания отеля наверняка напомнят вам уже довольно знакомый «Хилтон Турбекюн». Вы не ошибаетесь, как раз это бывший «Хилтон Турбекюн», который буквально месяц тому назад перешел к нам во владение, и в этом сезоне вы будете знать данный отель под названием «Вояж Гель Турбекюн». Огромная просьба, прям большой восклицательный знак. Не путайте отели «Вояж Гель Турбекюн» и «Вояж Турбекюн». «Вояж Турбекюн» был нашим отелем, остается нашим отелем, и это наш отель-старичок, который никуда не делся. Это абсолютно отдельный полноценный отель, который в этом году у нас представлен на эксклюзиве у одного из операторов. А «Вояж Гель Турбекюн» в этом году продают абсолютно все наши партнеры и крупные операторы и динси-компании. Что касается отеля «Вояж Гель Турбекюн», про который сегодня мы с вами будем говорить, то, наверное, самая глобальная новость о нем – это то, что в этот отель ваши гости смогут приехать только в этом сезоне. Поскольку «Вояж Гель Турбекюн» отработает только сезон 2021 года, для того, чтобы по окончанию летнего сезона быть закрытым, снесенным под ноль абсолютно все, что вы видите сейчас, и к 2022 году стать отелем «Макс Рояль Водрум». Это тот отель, который мы… Так, ребят, Ольга пишет, что отсутствует звук. Дайте, пожалуйста, мне плюсики, если вы меня слышите. Есть? Отлично. Ольга, проверьте, тогда, пожалуйста, настройки. Ребята, слышу. Так вот, «Вояж Гель Турбекюн» уже в следующем году будет «Макс Рояль Водрум». Тот отель, который мы вам давно анонсировали, который обещали, который прогнозировали, которым вас держает такую интригу таинственности. Теперь карты раскрыты. Соответственно, в этом сезоне это «Вояж Гель Турбекюн». В следующем году это «Макс Рояль Водрум». История «Макс Рояля» семейства «Макс Рояль» продолжится уже на Игейском побережье. Ну и давайте же все-таки посмотрим, как выглядит «Вояж Гель Турбекюн». И, в общем-то, что это за новый для нас отель, старая личинка для вас. Но, тем не менее, для того, чтобы понимать, поскольку отель всего месяц, как пришел к нам в обладение, от старого «Хилтон Турбекюн» остался костяк. Вот все, что было раньше, это все осталось. Просто на старых костях был массажен концепт сети отелей «Вояж». Все то, что вы привыкли видеть в сети отелей «Вояж», теперь будет предоставляться под брендом «Вояж Гель Турбекюн» в «Экс Хилтон Турбекюн». У вас сейчас карта представлена на экране, надеюсь, вы тоже не видите. И здесь обратите внимание, что отель стоит не просто на полуострове, есть еще такой небольшой маленький полуостров, на котором находятся виллы. Мы еще к этой карте с вами тоже вернемся. В конце слайда, в конце презентации у вас будет слайд со всеми контактами моими, и также у вас будет ссылочка на «Макс Рояль Стоп», где, заходя под логином и паролем этого ежей, вы сможете получить всю доступную информацию, все фото, которые сегодня будут показывать вам, в том числе и карта, тоже на этом сайте вы сможете найти, скачать в высоком и низком решении. Так вот, мы двигаемся с вами дальше и начнем с того, что данный отель находится в прекрасном живописном месте. Просто панорама этого места действительно удивляет своими грандиозными масштабами и своими захватывающими видами. Уже находясь в лобби самого отеля, вам открывается прекрасная панорама, хужесть террасы на шикарное море и зелень, окружающая данный отель. Отель небольшой, ну, относительно небольшой, 400 тысяч квадратных метров занимает он, и всего 200 миллионов. Поэтому отель, отельная история здесь не такая большая. Как я уже сказала, огромное лобби, и с лобби есть переход в правую и в левую часть. Для того, чтобы лучше понимать, вспомните отель «Вояж Билек». Я надеюсь, вы были в нем, и до и после реновации. Вы помните, что главный корпус «Вояж Билека» у нас представлен такими двумя корабликами. Так вот, с кораблика и справа, и с левой части у вас открывается вид на море частичный. Поэтому, когда мы будем говорить сегодня с вами про номера, мы будем говорить с вами не про «Сивью» и «Лэндвью», мы будем говорить с вами про «Сисайдвью». Для того, чтобы гости у вас были настроены на то, что это будет не прямой вид на море, а, возможно, это будет частичный вид на море. Поэтому лучше говорите «Сисайд», то есть частичный вид на море. И вы сказали, что для них лучше станет прекрасным удивлением, когда они приедут и получат директ, то есть прямой вид на море. Так вот, вспоминая ваш билет, такая же история, когда из главного корпуса вы можете пройти и в правое, и в левое крыло отеля. Здесь история повторяется. Дальше пойдем с вами по номерному фонду. И начнем с простых номеров. Простые номера – это также, как я уже успела вам сказать, это стандарт «Сисайдвью» и «Лэндвью», по которым номерного фонда начинается от 39 квадратных метров. То есть номера достаточно просторные, как для обычного отеля. И здесь также, как вы знаете, мы очень любим такой стиль минимализма, соответственно, здесь нет ничего лишнего. Здесь есть все, что нужно для того, чтобы вы как можно меньше времени проводили в номере, как можно больше времени проводили на территории отеля. Именно такой посыл всех отелей «Вояж» и «Вояж Гюльтурбеку» не становится исключением. Здесь есть стандартные семейные номера и есть номера категории «Джуниор Сьютер». Если мы говорим с вами про самые простые типы номеров, представленные в отеле. И обратите внимание, это тоже очень важный факт, хотя не знаю, насколько важно это для ваших гостей, но мы с таким запросом сталкиваемся очень часто, что во всех номерах, включая самые простые, в каждом номере представлены гладильные носки и утюги. Опять-таки не знаю, насколько это важно, но с таким запросом сталкиваемся мы достаточно часто. А если говорить про семейные номера, то здесь у них тоже кроется одна небольшая изюминка. И если мы с вами перейдем на следующий слайд, то сейчас я про эту изюминку как раз вам расскажу. Обратите внимание, что семейные номера, вот схема, которую вы сейчас видите на экране, воспользуясь указкой, обратите внимание на вот эту вот часть, так называемая «Connecting Area». «Connecting Area» – это такое небольшое призвание, которое соединяет между собой один полноценный номер и второй полноценный номер. Эти номера могут быть использованы как два раздельных номера, но при этом при всем вы можете использовать его благодаря вот этому вот… Так, звук пропал. Ребята, дайте, пожалуйста, реакцию, есть ли звук, слышно ли меня. Отплюсуйте, пожалуйста, есть. Ольга, проверяйте, пожалуйста, что-то у вас с техникой. Спасибо большое всем, кто вижу, звук есть. Продолжаем. Так вот, если, что касается семейных номеров Voyage Girl Turbicu, это такая же история, как в отеле Max Real Billet, если вы были в наших номерах категории Family Terrace. Там тоже вы можете использовать семейный номер как один полноценный номер с двумя отдельными спальнями, либо же вы можете использовать этот тип номера как два отдельных номера. Вот Voyage Girl Turbicu, такая же история. На это обратите внимание, это очень удобно, особенно если у вас нет гостей, в котором не принципиально, чтобы была франчбет, и есть запрос именно на две раздельные кровати, потому что очень часто, например, в тех же самых Max'ах, двойные кровати, вернее, две раздельные кровати можно встречать только в семейных номерах. Обычных номерах они не представлены. Следующая категория у нас Junior Suite, здесь уже 45 квадратных метров. В принципе, та же цветовая гамма, то же решение. У нас сегодня, знаете, такое с вами, я обычно не люблю делать такие нравоучительные, как я их называю, вебинары, я больше люблю такие с юморцом и чего-нибудь такого вам рассказать, чего в других каталогах, либо еще где-либо вы не найдете. Но сегодня, к сожалению, у луя, поскольку отель у нас нова, поэтому придется вас немножечко погрузить цифрами, так что уж не обессудьте. Дальше идем с вами к повышенному, передвигаемся к комфортности номеров, и здесь у нас всего два, это Deluxe Suite, и это номера категории Presidential Suite, соответственно, 65 и 185 квадратных метров, каждый из них. Стилистика, пройдемся по каждому номеру для того, чтобы у вас просто картинка сходилась с описанием, и когда вы будете читать, вы понимали, продавайте, вы понимали, какой номер вы продаете, и, в общем-то, что вашим гостям вы предлагаете. Если мы говорим с вами про Deluxe Suite View, обратите внимание, что здесь, кроме гостиной небольшой и ванной комнаты с душем, есть еще два туалета. Один находится непосредственно в спальне, один находится в гостевой. И еще, памятная вопрос из предыдущих вебинаров, которые уже проводила, если написано «гостиная», это имеется в виду полноценная комната. Если написано «зона отдыха», это означает, что это небольшой мягкий уголок в спальне, для того чтобы тоже ориентировались в наших концертах. Идем дальше. Следующая категория у нас – это президентский сьют, 185 квадратных метров. Здесь уже есть американская кухня, конечно, есть гостиная, где находится обеденный стол, ванная комната, есть джакузи здесь также, с панельным душем, находится и три туалета вместе с террасой. Собственно, под туалетом в каждой комнате, ну и, в общем-то, один туалет рассчитан для гостей. И самой жемчужиной, большой, самой роскошной категорией номера «Мояшки» и «Томбикю» является виллы. Виллы занимают площадь 450 квадратных метров, находятся на отдельном полуострове. Вот здесь слева в верхнем углу у вас они представлены. До вилл можно добраться вот до сюда в ваге, дальше есть лифт, который… Два лифта, которые поднимают виллу, и, соответственно, еще отдельный лифт, который помогает гостям, проживающим на виллу, спускаться непосредственно на территорию пляжа. И это тоже фишка в том, что у гостей вилл есть свои привиления, есть свой, так называемый, отдельный пирс и, в общем-то, свой отдельный ресторан-снэк, где они не могут встаться и, в принципе, где они могут отдыхать, загорать. Что касается особых привилегий для гостей вилл, то это, конечно же, вояж-ассистенты. Это такое новое введение этого сезона. Для того, чтобы вы не путались, вояж-ассистенты – это чуть больше, чем «Гест Релэйшн», но чуть меньше, чем «Макс Ассистент». Это такая промежуточная, скажем так, база. Соответственно, вояж-ассистенты, они помогают с каким-то решением и вопросом, они помогают вашим гостям разобраться по территории, передвигаться, разобраться с какими-то услугами, зарезервировать аля-карты. Ну, в общем-то, мини-консерв такой, который к каждой вилле он привязан. А кроме того, учитывая, что вилла у нас находится на таком небольшом полуострове, на отдалении от главного корпуса, для гостей данной категории предоставляется бесплатный континентальный завтрак ежедневно. Соответственно, данная услуга и сервис для гостей вилла у нас предоставляется. Ну и еще очень важный момент. Здесь тоже попрошу ваше внимание. Помните себе, что все рестораны аля-карты в отелях «Вояж» в этом году стали платными. Еще раз. Все аля-карты-рестораны во всей сети отелей «Вояж» стали платными. Но платная стала только резервация. Все остальное в ресторане, как было раньше, так и остается бесплатно. Но от 5 до 20 евро будет стоимость за человека зарезервировать тот или иной аля-карт. Соответственно, почему так было сделано? Не потому что кризис, не потому что в отеле нет денег, иначе бы мы не покупали еще новые отели. А это было сделано для того, что очень часто, когда доступа представлялась на бесплатной основе, гости бронировали аля-карты, потом менялось настроение, менялось решение, там где-то задержались, передумали еще чего-то, и гости не приходили. И получается история, когда у вас приходят гости, которые хотят посетить аля-карт, видят свободные места, а вы вынуждены им отказать, потому что по списку у вас весь аля-карт в стопе. И получается, перед гостями, которые не попадают, но видят свободные места, было некрасиво. Ну и к отношению к отелю это, конечно, тоже. Поэтому было принято решение ввести такую минимальную стоимость. Вот 5 евро – это не такая неподъемная сумма для того, чтобы при великом желании пойти в аля-карт, вы не могли бы ее оплатить. Так вот, для тех гостей, которые проживают на виллах, у них есть приоритет экранирование аля-карт ресторанов, и каждый из платных аля-картов они могут посетить бесплатно, каждый по одному разу. Идем с вами дальше. И снова возвращаемся к карте, про которую мы с вами говорили, и к которой мы обращались в начале нашей презентации. Обратите внимание, что отель состоит из главного корпуса. Вот он у вас представлен. У главного корпуса есть правое крыло, и есть левое крыло. Вот здесь на полуострове, как мы с вами уже разобрались, у нас находятся виллы. Но здесь еще у нас есть три бочных здания. Первое, второе и третье. У вас прописаны номера и номера комнат. Так вот, как раз номера находятся у нас в той или иной категории. Вот здесь вот в нижнем самом правом квадратике обведенном – это блок «Бутик». Здесь находятся номера «Джуниор Сью». Здесь у нас находятся, чуть выше, правее, находятся номера категории «Фэмили рум». Это так называемый правый блок. И в левом блоке у нас находятся номера «Стандарт Ленд» и «Стандарт Си Дью». Еще, поскольку мы уже здесь с вами на территории как-то, вернее, находимся, давайте обратим внимание еще на пляж. Вот здесь он у нас находится. Пляж – это такая бухта-залив, которая называется «Аквариум». Состоит пляж из трех частей. Первая часть, находящаяся вот в этой зоне, это территория 16+, только для взрослых. И здесь территория для гостей, проживающих на виллах. Как раз вот здесь есть один лифт, где гости с вилл могут спуститься непосредственно к своей части пляжа. Следующая часть – это песчаный пляж длиной 170 метров. Соответственно, здесь будет хорошо для деток, кому нравятся мелководья, песочки, все дела. Ну и третья часть – это деревянная платформа или же пирс, как его еще можно назвать. Если вы не любите, чтобы ваши ножки пачкались в песочке, пожалуйста, можете отдыхать там. Да, взаимно всех рады слышать. Кто присоединяется, всем добрый день. А будут вопросы, напоминаю, ребят, пишите, не бойтесь меня сбить, я не собьюсь. В любом случае, на это очень сильно надеюсь. Дальше переходим с вами к еде и питанию. Это тоже наша любимая и личная тема. Это сейчас, я вам говорю, Анастасия, про отель Voyage Girl Tour de Cube, который бывший в Хилл-Турбюкю, который в следующем году будет Max Royal Potrum. В главном ресторане, для того, чтобы вы лучше понимали, как это все обустроено, вернемся опять-таки к отелю Voyage Belé. Если помните, до реновации отель Voyage Belé, когда вы заходили в главный ресторан, он был поделен на такие сектора, небольшие залы. Так вот, Voyage Girl Tour de Cube повторил эту же историю. Соответственно, здесь вы можете найти отдельный зал для взрослых 16+. Здесь вы можете найти отдельный детский зал для малышей. Ну и, конечно же, здесь, как отдельный такой зал, находится Cuisine 24. Это наш любимый вами и нами ресторан 24 на 7, где вы можете подкрепиться, утолить жажду. Все это предоставляется. У каждого а-ля карта, про который тоже сейчас будем с вами говорить, есть определенные часы работы, как а-ля карта с 7 вечера до 10. Но, помимо этого, некоторые из а-ля карты у нас еще работают в дневное время, как сне. Соответственно, еще раз для тех, кто присоединился, напоминаю, что все наши а-ля карты с этого года, не только в Voyage Girl Tour de Cube, но и во всей сети отелей Voyage, стали платные. Платной стала резервация. Соответственно, в Voyage Girl Tour de Cube у нас представлено 4 ресторана а-ля карты и 7 баров. Еще обращаю ваше внимание на то, что есть определенные снэки, есть бары, и есть определенный бар на пирсе, которым могут пользоваться только гости, которые проживают на виллах. Соответственно, он у них отдельный, туда кроме них ходить никто не может. Очень много фишек и идей, которые, конечно же, предыдущий слайд. Так, можно, Настя. Какой предыдущий слайд? Если я вас правильно предеваю, скорее всего, это слайд с а-ля картами. Если нет, то не обессудьте, все будет в записи, вы сможете зайти посмотреть, и, в принципе, все фотографии вы эти тоже можете найти у нас на стоке, ссылочку на которую я обязательно дам в конце презентации, либо можете написать. Надеюсь, Настя, вы успели за скриншотик, либо что вы делали с этим слайдом, можем двигаться с вами дальше. Про наш пляж я уже вам рассказала. Здесь еще картинками наглядно показала. Давайте возьму указочку. Вот это вот та часть наша, которая деревянная платформа, где стоят тоже шезлонги, зонтики. Вот здесь вот эта часть, она представлена вот с левой стороны. Это песчаный пляж. Песок мы не завозили, то есть он тот, естественно, который там есть. Там мелкий песочек с перемешкой с галиной, но очень комфортно для детей в том числе. И вот третья часть, где находится зона 16+, и отдельный бар-ресторан, снэк-закусочный, если можно так сказать, для гостей, проживающих на виллах. Есть два пирса, как мы с вами уже говорили, да, один для гостей, один для виллы, другой для общего пользования. Есть также, конечно же, бассейны и аквапарты. Аквапарты шесть горы и четыре бассейна на территории. Обратите внимание, что есть релакс-бассейн для взрослых 16+, который только для них. И есть еще два крытых бассейна в СПА-центре. На них тоже делаю акцент, потому что эти два крытых бассейна в СПА-центре, один из них с морской водой, один с пресной водой, потому что очень часто задают вопрос, есть ли бассейн с морской водой. Бассейн с морской водой есть, как раз в «Айаш Бюль Турпюкю» он представлен. И кроме того, эти бассейны еще с патогремом. Несмотря на то, что отель работает только в летний период, вы знаете, что патогрем бассейна обычно только в зимний период включается, но тем не менее здесь с патогремом согласно температуре, погоде данная услуга предоставляется. Есть еще также три детских бассейна, два открытых и один крытый бассейн. То есть позаботились мы и о детях, и о взрослых. Никому не будет скучно, все будут довольны. Особого внимания в отеле «Айаш Бюль Турпюкю» заслуживает, конечно же, спа-центр. Спа-центр здесь просто громадный. Площадь его составляет 2000 квадратных метров. Здесь есть абсолютно все. Помимо бассейна, про который только что с вами говорили, с морской пресной водой, есть еще, конечно же, понятные турецкие вани, хамамы, сауны, парные. Есть комната терапии, витамин бар. И обратите внимание еще на одну изюминку, которая есть в отеле «Айаш Бюль Турпюкю». Несмотря на то, что она за доплату, но тем не менее, такой сервис, такая услуга для гостей тоже доступна. Это солярий. Солярий «Айаш Бюль Турпюкю». Если вдруг вам недостаточно солнышка с его естественными излучениями, вы можете за доплату воспользоваться прекрасными услугами спа-центра и, в общем-то, свой желаемый темноты загар приобрести. Также в этом отеле находятся конференц-залы. Их немного, но они есть. Поэтому если у вас есть запросы на группы, большие дни рождения, проведения свадеб либо каких-то других мероприятий, вояжг для турпюкю, вы тоже можете обратить свое внимание. Здесь есть и фойе, и зал на 100 человек, и зал, который у вас с правой стороны представлен, на 1200 квадратных метров, при желании данный большой один зал можно поделить на три раздельных зала. Кстати, очень таки, что в этом году, вернее, не в этом же следующем году, в 2022-м, после того, как откроется Макс Тайен-Бодрум на месте отеля «Вояж Гюль Турпюкю», мы вас сможем приветствовать в нашей церемонии награждений ежегодной, лучшие из лучших, уже непосредственно на территории данного ныне существующего отеля. Дальше у вас на картинке выведен слайд с стоком, ссылочка на сток, с логином и паролем. Вот, заходя по ссылочке vayashhotelstock.com под логином и паролем vayash и vayash123, вы сможете найти всю абсолютную информацию, фото, видео, все, что вы можете использовать в рекламных целях для своих соцсетей, для каких-то других маркетинговых продвижений, все на этом стоке. Если чего-то там нет, это означает, что у нас этой информации тоже нет. Еще очень немаловажно, что на этом стоке информация обновляется молниеновно. То есть все любые изменения, которые мы вносим, мы сразу же вносим их непосредственно на этот сток. Это очень важно, потому что очень часто бывает так, что оператор не владеет всей информацией, и их можно тоже понять, потому что у них очень много отелей. В наших отелях изменения практически никогда не заканчиваются. Мы постоянно что-то добавляем, что-то меняем, как-то совершенствуемся. Поэтому для того, чтобы владеть самой последней информацией, самой обновленной информацией, лучше, конечно, всегда сверяться либо по сайту отеля, либо по стоку. Также вы видите в мою почту. Вы можете писать и по сети отеля «Вояж», и по сети отеля «Макс Рояль». И сейчас еще небольшим бонусом напишу вам свой рабочий номер телефона, который у меня всегда доступен, всегда и везде. Я курирую в Украину. Поэтому все вопросы, которые будут возникать у вас, пожалуйста, задавайте мне. Буду рада вам ответить. Какого числа открытия? Если мы говорим с вами про «Вояж Дель Турбюкю», «Вояж Дель Турбюкю» на данный момент дата открытия запланирована на 30 апреля. И еще, поскольку мы сегодня говорим с вами более детально, то есть про «Вояж Дель Турбюкю», мы сегодня с вами прямо очень детально поговорили, немного пробегусь по другим нашим моделям, потому что у нас, как вы знаете, благодаря «Вояж Дель Турбюкю» отелей теперь в общей сложности 9, если суммировать «Макс Рояль» и «Жень». «Вояж Дель Турбюкю», вы знаете, что у нас было запланировано открытие на 20, вернее, должен был быть закрыт год до 28 февраля. Так вот, дата открытия отеля «Вояж Дель Турбюкю» в 2021 году была перенесена на 1 апреля. Если у вас есть резервации в период с 28 февраля по 1 апреля, пожалуйста, обратитесь к туроператору за дополнительной информацией. Скорее всего, вам будет предложен апгрейд до отеля, который у нас сейчас открыт. Открыт у нас сейчас только один отель на зимний период – это отель «Макс Рояль Белек». Но, опять-таки, за всеми подробностями вы можете обратиться к туроператору, если брони в отеле «Вояж Дель Турбюкю» у вас были и есть 28 февраля по 1 апреля. Дальше, если вы с вами заговорили про брони, то здесь еще затрону такую тему, как перенос резерваций с 2020 года. В связи с пандемией вы знаете, что очень много брони было либо отменено, либо перенесено на 2021 год. Я вас очень сильно попрошу, позаботьтесь об отдыхе ваших гостей заранее, для того, чтобы потом не было ни приятных и приятных сюрпризов ни у вас, ни для гостей, ни для нас. Пожалуйста, убедитесь, если у вас были перенесенные брони на 2021 год, что ваши брони в отеле на данный момент перенесены. Почему? Потому что есть недобросовестные наши партнеры, несмотря на то, что количество своих партнеров ежегодно мы пересматриваем и сокращаем. Когда-то несколько лет назад у нас было более 70 партнеров, сейчас эта цифра доходит до 20, но не больше. Причем есть партнеры, с которыми, например, мы работаем только по икейскому побережью, есть партнеры, с которыми мы работаем только по сети отеля Voyage. Так вот, в общей совокупности и крупных операторов DMC-компании у нас не больше 20. Так вот, есть партнеры, мы сейчас не про то и говорим, но тем не менее, которые, например, то есть отелям, когда у вас пошла история по отменам и коронавирусным бронам, и перенос на 2021 год, отель давал определенный дедлайн, до которого вы могли зеркально перенести ваши резервации на 2021 год. Если вы по каким-то причинам не воспользовались данной услугой, либо оператор не знал, либо не досмотрел, либо запоздал, то, скорее всего, ваша бронь была аннулирована в одностороннем порядке, и сейчас ваша бронь операторам делается по новым ценам, и, соответственно, оператор может вам задним числом выставлять доплаты за наши отели, за уже пассажные брони прошлого года. Соответственно, выставлять штрафные санкции, выставлять задним числом какие-то доплаты и так далее. Вы должны сразу бить в тревогу и проверять, почему так, потому что отель с бухты-барабты не имеет ни права, ни как бы такой политики увеличивать цену, уменьшать цену, выставлять штрафные санкции и так далее. Всегда огромная просьба, давайте разбираться с вами до конца, почему отель выставляет штрафные санкции, почему отель выставляет доплаты и так далее. Потому что, как показывает практика, к сожалению, не всегда, повторюсь, не все добросовестно выполняют свою работу, поэтому потом у нас с вами случаются конфликты. Поэтому, если у вас есть перенесенные брони, пожалуйста, напишите, давайте лучше мы их проверим, что они есть у нас в системе, чтобы вы и ваши туристы не получили неприятный сюрприз по факту. Дальше. Валяш-билет. Вы знаете, что у нас после недавней тотальной реновации, поэтому очень много гостей, которые, например, не тянут в пользу завтра у Макс-роялей, но, тем не менее, они поехали в водежи, и очень многие остались довольны. Скажу вам честно по секрету, что очень многие гости, которые... Есть гости, которым пришелся по душе вояж настолько, что в Макс-билет возвращаться они не будут. Раз уж зато затронули тему Максов, расскажу тоже несколько фактов о новинках о Макс-роялях. Что касается Макса-билета, мы анонсировали, что у нас состоится реновация, но, к сожалению, не по счастью, пандемия внесла свои корректировки, и плюс, учитывая тот факт, что мы приобрели еще один отель, и учитывая тот факт, что Вояж Торбо у нас закончил тотальную реновацию уже в этом сезоне этой зимой, к сожалению, у корпора Туи в этом сезоне он не представлен, но, тем не менее, деньги были брошены еще и туда, поэтому, к сожалению, реновация Макс-рояль-билека в этом сезоне зимой не состоялась. Данная реновация была перенесена на грядущую зиму. Соответственно, в 2022 году, если все было в порядке, Макс-рояль-билек будет тоже после тотальной реновации. На данный момент в Макс-рояль-билеке проводится небольшой косметический ремонт, соответственно, заполняемость отеля сейчас позволяет его частично закрывать, реновировать, косметический ремонт проводить, и, в общем-то, дальше открывать уже свежие обновленные номера. Поэтому, конечно же, отель будет свеженький, но не после тотальной реновации. Это и есть, и мы говорим с вами про Макс-рояль-билет. Дальше. Глобальное изменение произошло в отеле Макс-рояль-билет. Вы все знаете, когда отель открывался в Кемере, у нас были номера категории Макс-лабуна-биллы. Потом мы их отнесли в разряд семейных номеров, и потом снова из семейных номеров. В этом году данные номера, категория номеров Макс-лабуны, превращаются в категории вилл. А это означает существенную прибавку в цене, это означает существенную прибавку в сервисах и услугах. Соответственно, пожалуйста, обращайте внимание на это и не задавайте вопросы, почему стало так дорого. У нас дорого не стало. Проводили статистику, у нас цены выросли где-то порядка 15%. Но не так полосально. Сейчас я вам хочу написать информацию, где вы можете посмотреть всю информацию по отелям Макс-лабуна-биллу. Макс-лабуна-биллу. В принципе, там похоже с выезжанием, но тем не менее. Вот заходя на Макс-лабуна-биллу, по блоге на Макс-лабуна-биллу, вы сможете найти все обновленные концепты, информацию, фото, видео по сети отелей Voyage. Что касается выезжей, то картинка сейчас у вас выведена на экране. Так вот, кроме этого, в принципе, каких-то глобальных изменений в Макс-лабе не произошло в этом году. Соответственно, все, как было, так и осталось. Живем, существуем, процветаем. И еще, поскольку сейчас в зимний период у нас работает только отель Макс-лабуна-биллет из всех наших девяти отелей, обращу ваше внимание на то, что все мы ждем выступления господина Эрдогана для того, чтобы понимать, когда в стране будут сняты ограничения. Потому что до сих пор на туристов это не распространяется, но тем не менее у нас действует каратин выходного дня. И, соответственно, в отелях есть тоже ряд своих ограничений. К сожалению или к счастью, операторы, повторюсь, из-за большого количества отелей, с которыми они работают, не всегда владеют достоверной информацией. Буквально в воскресенье у нас был случай, когда приехали молодожены в медовый месяц в Макс-лабуна-билет, и оператор ВИП-отдел сообщил о том, что СПА-центр в отеле работает. Так вот, на данный момент, на сегодняшний день, СПА-центр в отеле не работает. С 8 января в связи с постановлением законодательства Турции и иметь по соответствующим министерствам в отеле работает подогреваемый бассейн, открытый-открытый, но не работают хамана, спа, массажа. Эти услуги не предоставляются. Еще из ограничений не работает луна-парк и не работает кинотеатр. В принципе, все остальное на территории отеля работает. Единственное, что при входе в каждый зал, там будет игровая комната, либо будет ресторан какой-то, указано количество максимальной гостей, которая единовременно может находиться на территории той или иной части инфраструктуры отеля. Соответственно, из того, что сейчас не работает, я вам тоже озвучила. Поэтому, опять-таки, но это сегодня. Возможно, завтра что-то поменяется. Скоро март, возможно, ограничения будут сняты в марте. Поэтому, чтобы не быть многословной, ближе к дате заезда ваших гостей всегда... Да, мы тоже очень надеемся. Надеемся, что это еще раньше, чем в ленту, будут сняты ограничения. Поэтому ближе к дате заезда ваших гостей, пожалуйста, напишите. Мы передадим ваш запрос в гестилейшн-отеле. Они вам зададут информацию актуальную на момент заезда ваших гостей, для того, чтобы вы тоже могли их подготовить и предупредить о тех или иных ограничениях. Дальше. Еще вернусь, скажу пару слов по отелям Voyage. Потому что у нас сегодня такая с вами презентация, она переплетена и с Voyage, и с Maxx. Вы все очень сильно любите наши кондитерские изделия, особенно шоколадные наши изыски с более 40 видов шоколадной предплаты ручной работы, которым заведует у нас наш шикарный шеф-кондитер Ахмед Кыр, который продолжает свою работу в отелях Voyage, но с этого года он стал еще главным координатором по кондитерским искусствам в отелях Voyage. Поэтому его прекрасные творения шедевральные, а вкусные вы сможете попробовать и в отелях Voyage в том числе. И еще Voyage Ville, Voyage Turbo и Voyage Turbo у нас с этого года переходят на косметику L'Occitane. По поводу отеля Voyage Ville Turbo сейчас ведутся переговоры. Скорее всего, он тоже присоединится, представляет продукцию данной марки, данного бренда. Но пока вот то, что наверняка это Ville, Turbo и Turbo. Далее, обратите внимание на то, что возраст детей и инфантов в отелях Voyage тоже был изменен. Если раньше ребенком у нас считался тот, кто достиг возраста 12-99, то сейчас этот возраст был снижен на год. То есть дети у нас теперь до 11-99, а инфанты у нас до годика 99. Обращайте на это внимание, особенно если у вас есть семьи с детками данной возрастной группы, что цена почему может меняться в существенном сравнении с прошлым годом, как раз по этой причине. Косметика в Max Royale осталась без изменений. Косметика в Max Royale – это вот это момент. Как было, так и осталось. Здесь как бы изменений пока никаких. Кстати, еще вот пока по Max вспомнила, по SIF Lounge и Fast Rack на данный момент данная услуга предоставляется. Делаю на этом акцент, потому что в прошлом году был период из-за ограничений с коронавирусом, из-за того, что мы не предоставляли время на эту услугу, но сейчас ее предоставляют, то есть все верносно и своя. С возрастом не очень хорошо детей изменить. Но как есть. Если на то пошло, Ольга, то по большому счету, если вы посмотрите общую нашу политику отелей, то в принципе везде ребенок считается до годика 99, и до 11.99 считается, вернее, инфантенок и ребенок до 11.99. Вы же всегда с этим возрастом немножко разнились, теперь просто их уравняли. Поэтому здесь смотря как посмотреть. И мы, конечно, все понимаем, что для вас ребенок и в 18 ребенок, и в 25, и в 40 это ваш ребенок, но вот, к сожалению, у отеля есть такой свой определенный ряд ограничений. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Как прежде, продолжать свою работу Voyage Bodrum Adults Only, да, это отель только для взрослых. Если у вас есть такая категория гостей, которые привыкли отдыхать в отеле для взрослых и взрослых развлечениях, вот, то можете смело рекомендовать Voyage Bodrum. Тем более Voyage Bodrum у нас очень часто выбираются гости, которые приезжают ради Bodrum, скажем так, поскольку Voyage Bodrum – это самый компактный по территории наш отель. Из него открывается шикарный вид на ночной Bodrum, на крепость Bodrum, и буквально от пляжа отеля отходится ярд-такси, который доставляет ваших гостей до центра Bodrum, где есть шопинг, кроминант, дискотеки, ночная жизнь и так далее. Ну, и, в общем-то, тот же и самый ярд-такси буквально 10-15 минут возвращает ваших гостей в тихий уют отеля Voyage Bodrum. И вроде бы как все. Про Voyage Bodrum мы сегодня с вами не говорим, но обратите на нее внимание, она после тотальной реновации, и не говорим сегодня с вами про Voyage Bodrum Q, хотя по расслову мы про них тоже с вами сказали. Вот, вроде бы по идеейскому приближу и все. Voyage Bodrum, Voyage Bodrum – тотальных изменений нет. Все, как было, так и осталось. Все, что было, я вроде бы вам озвучила. А, в принципе, по такой основной информации у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рада на них ответить. Пока вы думаете и пишете вопросы, еще скажу пару слов о карточках лояльности. Вы хорошо, наверное, знаете, что те гости, которые к нам приезжают не в первый раз, они получают от нас карточку лояльности сети отелей Voyage, либо карточку лояльности сети отелей Max Royale. Для того, чтобы детально ознакомиться с теми привилегиями, которые предоставляют то или иная карточка в зависимости от статуса наших гостей, вы можете зайти на сайт сети отелей Voyage в раздел «Мемберс карты», либо можете зайти на сайт Max Royale в раздел «Ройалти». Там более подробная информация описана. Пока же только скажу, что на данный момент продолжается акция раннего бронирования. Второй этап акции раннего бронирования продлен до конца марта месяца. Если ваши гости уже не впервые едут к нам, скорее всего, такая карточка лояльности у них есть. И на период раннего бронирования данная карточка лояльности дает вашим гостям, всем без исключения, у кого есть карта, вне зависимости от статуса карты, хоть она самая простая, хоть она самая крутая, дает дополнительные 5% скидки на проживание, даже если вы бронируете через тур оператора. Для того, чтобы воспользоваться данной скидкой, что вам надо сделать? Вам нужно во время посадки брони оператору приложить номер карты гостей и попросить сделать перерасчет. Соответственно, оператор свяжется с отелем, теперь подтвердит удостоверенность, что действительно у этих гостей есть эта карточка, и предоставит вам уже окончательную цену для оплаты. Это на период раннего бронирования, на все брони с заездом с 1 апреля. Второй момент. Когда раннее бронирование будет окончено, то скидка на проживание по карте будет предоставляться согласно статусу карты. А это значит, что владельцы серебряной карты не получат скидку, 5% скидку получат владельцы золотой карты, 10% предоставляется для гостей карты Platinum и 15% для гостей карточки Black. Если ваши гости не знают, есть ли у них карточка, запамятовали, потеряли, забыли, впервые об этом слышат, у вас есть два способа, как данную карточку гостям восстановить, либо как узнать, есть ли у ваших картей карта и ее номер и статус. Первый способ – могут воспользоваться им непосредственно сами гости. Для этого они могут зайти на сайт Макс Рояль, либо в Альжее, в зависимости от того, в каком отеле они были и какую карту какого отеля им надо восстановить, и оставить заявку в форме обратной связи. Карточками занимается целый отдельный отдел, который называется CRM. Они вам ответят, или гостю ответят, соответственно, карточку ему наполнят и подскажут какой статус, какой номер. Если же вы, как агент, напишите мне, либо оставите в форме заявку от имени гостей, то, к сожалению, вам вынуждены будут ответить мы отказом, потому что в 2019 году, в январе месяце, в Турции вышел закон о конфиденциальности неиспространения информации и данных по третьих лицах. Но есть небольшая лазейка. Вы можете написать нам, либо написать Жене, которая on there, которая, ну, тоже находится здесь, Турция, которая занимается как раз ссылочкой B2B, запросить эту ссылку B2B. Ссылка на B2B-систему дает возможность, в единстве получив логин и пароль, дает вам возможность заходить в любое удобное время для вас, внося все данные за гостей, получать информацию о том, есть ли у ваших гостей карточка и какой статус у этой карты. Тем самым вы сможете сэкономить время и себе, и туроператору, и, в общем-то, гостей лишний раз не тревожить. Поэтому выбор у вас есть. Решайте, как комфортнее вам, как лучше сделать. Мы, как бы, для этого, в принципе, все, всю платформу подготовили. И еще один момент. Вы все знаете, что ежегодно проводим церемонию награждения лучших и лучших, которые, к сожалению, из-за пандемии и ограничений, связанных с коронавирусом, в прошлом году у нас не состоялось. Но это не значит, что все ваши результаты были аннулированы. Нет. Все анкеты, которые вы заполняли, вы знаете, что по окончанию сезона мы отправляем вам анкеты, в которые вы переносите брони, сделанные за сезон с отелей Voyage, отелей Мострейль, отелей Мострейль отдельно, отправляйте нам, из-за чего мы приглашаем на, собственно, саму церемонию. Так вот, все ваши анкеты не пропали даром, все ваши анкеты остались, мы все посчитали, подбили итоги. И сейчас просто ждем удобного случая снятия ограничений вот этих всех, связанных с пандемией, для того, чтобы вас собрали. К сожалению, мы планируем сделать это зимой, но зимой не ослабли, скажем, ограничения. Весна, скорее всего, тоже нас этим не особо сильно порадует, да и вы все будете в РАЗ-везда перед началом сезона. Поэтому было принято решение, что, скорее всего, две церемонии просто в этом году осенью, как обычно, будут соединены воедино. Поэтому мы пройдем вас сразу и за прошлый год, и за этот год. Соответственно, всем достанется по заслугам, ничьи труды не уйдут в небытие. И если вы не слышали никогда про эти резервации, вернее, про эти анкеты, и вообще впервые я для вас сейчас какой-то космос открываю, пожалуйста, напишите мне запрос на мою почту, которую вы видите на экране, для того, чтобы я вам отправила анкету за 2020 год, и вы могли за ним, числом, ее заполнить и оповестить нас о том, что ваши труды вам, собственно, принадлежат. Если брони были после заполнения анкет, куда их носить? Анкеты мы принимали до конца, до 20-го, если не ошибаюсь, октября. Соответственно, если ваши брони были сделаны позже, вы их носите уже в следующую анкету, то есть анкеты, которые получите в конце этого сезона. Просто указывайте, что эти брони не дублируются с бронями предыдущего года. Вот. В принципе, всю информацию, которую хотели до вас донести, поведать, рассказать, вроде бы рассказала и поведала. Если есть вопросы, повторюсь, задавайте. Если вопросов нет, то будем с вами говорить друг друга. До свидания. И очень надеемся, что увидимся с вами в каких-то ближайших мероприятиях. Очень надеюсь, что выставка в Украине тоже состоится, и что состоится ровный шоу, на котором мы тоже должны принимать участие. Вот. Надеюсь, вас всех там увидеть. Пожалуйста, присутите мне, дайте, пожалуйста, обратную связь, что вебинар был вам полезен, и вы что-то новое для себя узнали. Для меня это очень важно, что не просто говорящая голова с вами час была, а еще чем-то полезно с вами поделилась. Так, вижу. Мария, запись должна быть, насколько я знаю, это вам лучше подскажут представители ТУ, и, скорее всего, у вас будет в личном кабинете. Так, спасибо большое. Сейчас хочу дойти до вопроса. Где-то был, он у меня соскакивает. Один момент. Так, спасибо большое. Очень полезен. Вебинар, спасибо за специфику вам. Спасибо огромное. Если остаются вопросы, ребят, все контакты дала, не скрываюсь, поэтому сможете всегда задать и спросить. Так, подождите, не могу найти вопрос. Спасибо всем, начнете писать. Так, Влада, где-то потеряла ваш вопрос. Если несложно, продублируйте, пожалуйста, потому что не могу вернуться до того, что сыпется комментарий. Вот, либо задайте мне в личку, я вам отвечу. Если что, можете найти меня еще и в инстаграме, я тоже есть, добавляйтесь. Там я тоже достаточно активно отвечаю на вопросы. Вот, на этом у меня иногда, наверное, в принципе, все. Я очень признательно оператору ТУИ. И отлично вам буду ждать, когда вы нечего вопроса. Благодарю оператору ТУИ за возможность сегодня повидаться с вами хотя бы так. Ссылка на инстаграм. Сейчас пришлю ссылку на инстаграм. В инстаграме я под никнеймом. Сейчас, в момент. Вот, это мой никнейм в инстаграме. Можете добавить. Там, кстати, есть видеообзор моего билета и Макс Альтемера за 2020 год. Какие-то наши новинки и нововведения и новшества тоже там вам рассказывают. Поэтому заходите, смотрите. Он там в сохраненных эфирах. Вот. Еще раз огромное спасибо всем. Рад, что этот эфир был для вас полезен. Надеюсь, не прощаемся с вами надолго. И надеюсь, в следующий раз увидится уже, как говорится, у нас на колумбе. Будьте у нас, будьте просим. Поэтому всем вдохновения, солнечного настроения, счастья вам по максимуму простого женского, серьезного мужского. И пусть твои ежи ваше сердце ведут вас всегда в правильных направлениях. Спасибо еще раз огромное. Всем отличного сезона. Сезон обещает быть горячим. Ну, надеюсь, до скорых встреч. На этом, ребятушки, все. Я отключаюсь. Спасибо всем, кто был. Пока-пока. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.